Азот и диоксид, формальдегид, фенол, аммиак и сероводород. Этот урок химии можно продолжать бесконечно. Мы попробовали сравнить цифры за последние пять лет, становится ли воздух чище. Но если по одним параметрам идет снижение, то по другим только рост. Вот, к примеру, уровень формальдегида снизился, а фенола, напротив, вырос. Бензопирен, кстати, тоже уменьшился. Если три года назад было 47,5 ПДК, то сейчас 33. Замечу, что это самое вредное для здоровья вещество. Оно вызывает онкологию. Бензопирен очень много, причем его из-за автотранспорта, но главным образом из-за сжигания угля. Вот у нас в России где-то 30 городов с критическим количеством бензопирена в атмосфере, включая Селенгинск и Улан-Удэ. 28 из них это Сибирь и Дальний Восток, потому что угольная генерация. И в 90-е годы у нас была принята энергетическая программа, по которой надо было переводить электрогенерацию на уголь, чтобы высвобождать газ для экспортных поставок. Ну, надо все-таки думать о своем народе, наверное. Речь идет не только о ТЭЦ, в большей степени даже о котельных и частном секторе. Качество угля в Улан-Удэ сильно отличается от того, что идет на экспорт, говорят экологи. Оттого и дымит он так, что дышать нечем. И хотя в городе закрывают котельные, устанавливают бездымные фильтры и вводят различные ограничения, это особо не помогает. Город построен на песках, находится в Иволге на Удинской впадине, которая плохо проветривается. Оттого много пыли. Свой вклад вносят котельные, машины и частный сектор. А перейти на электроотопление пока невозможно. В итоге 75 тысяч тонн выбросов в год. 46 тысяч из них – это ИЖС. У нас есть заявители, которые утверждают, что они обращались в жалобе, что у них установлен электрокотел, а им говорили, что вы его отключите, зачем вы его поставили, вообще вы должны были его согласовать с ресурсно-набжающей организацией. Однако требований по согласованию бытовых котлов их не существует. Каждый потребитель имеет право потреблять в пределах тех мощностей, которые у него установлены по договору, по техническим условиям. Как правило, для частного дома это 10-15 киловатт. Наша надежда – это программа «Чистый воздух». Правда, реализация ее будет небыстрой. В комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Улан-Удэ включены следующие направления. Подготовка и поэтапный перевод частных домовладений из печного на электроотопление. Организация производства бездымного топлива. Установка фильтров дымоуловителей на муниципальных котельных. На базе котельной Юго-Западной планируется открыть производство бездымного топлива. Его смогут использовать те, кто не сможет перейти на электроотопление. Последнее будет поэтапным. В текущем году проектирование закончится на территории Левого берега. Планируется и приступ к работам. Планируется перевести 1800 домовладений на электроотопление. Работы по остальным районам будут после принятия комплексного плана. Но для этого нужно закончить работу по сводным расчетам Минпроды России. Это когда будет сделано? Они уже в этом году завершат эти работы. Для начала на электроотопление переведут лишь несколько ДНТ. В будущем году уже весь Левый берег. Вообще сама программа рассчитана до 2030 года. Согласно расчетам, благодаря переходу на электроотопление выброс бензопирена снизится почти на 90%. Так что запасаемся терпением.